Добрый день дорогие зрители, это единственный и неповторимый Феном, и сегодня я вам предлагаю начало новой серии на моем канале, и мы будем проходить игру Warhammer 40 000 Dawn of War 2. Итак, все-таки решение пало на продолжение серии Warhammer, и перешли мы на Stronghold, как я изначально собирался это сделать. Пришли к Dawn of War 2, и я думаю, не только к моему, но и к вашему удовольствию могу заметить то, что игра будет на русском языке, поэтому вам не придется сидеть и выслушивать мой не очень качественный перевод. Не то, что там текстов каких-то во время кампаний, но и, например, название юнитов и тому подобное. Да, Dawn of War 2. Немного другая игра. Можно сказать, если сравнить ее с первым Dawn of War, игра не очень традиционная RTS, здесь, в принципе, нет постройки баз. И это для меня немного, ну, немного кажется не мое, но этого мы узнаем, насколько хорошо мне получится всю эту игру проходить, потому что я прохожу ее, так, реально буду проходить ее в первый раз. У меня здесь есть одна кампания, которую я начинал, я прошел в ней несколько миссий, но ничего особенного я там не добился. Поэтому, в принципе, это будет как первое прохождение, особенно после где-то первых двух-трех видео, там уже начнется полностью неопознанная территория для меня. Будет интересно посмотреть, какие фейлы я смогу сделать, как я буду адаптироваться к этому стилю игры. И, да, увидим, что и как. Будем проходить, конечно же, вначале кампанию оригинальной игры, потом, как видите, у меня есть DLC-шка, Chaos Rising. Это будет вторая кампания, и третьей кампанией будем, конечно же, кампанией Dawn of War 2 Retribution, которую будем проходить последней. И, да, по-моему, это все, поэтому начнем кампанию, выбираем оригинальную кампанию. И, конечно же, да, нужно назвать командора, назовем его Трилля. Так, секунду. Так, извиняюсь за это. Почему-то язык нельзя поменять, когда находишься в игре. Почему-то тоже нельзя писательиться в этом месте, поэтому возьмем обычное имя, Маркус пусть будет. Потому что это как бы немного, как бы римские имена обычно у командиров. Да и вообще у юнитов десантников, поэтому пусть будет Маркус. Так, сюда сержант. И вперед. Здесь набирают новобранцев кровавые вороны. Орден космических десантников и императоров. Ах, что они не захотят все, что они опасны в сердце. С кровавыми воронами. Сейчас эти миры защищает капитан Давиан Тул и горстка космических десантников, которые командуют совсем зелеными новобранцами. И сейчас в отчаянную битву вступает еще один десантник. Недавно получивший повышение командор, готов принять командование в этот нелегкий час. Этот космический десантник вы. И вы склоните чашу весов к победе. Круто. Как оказалось. Значит, если мы тогда следуем по истории этой игры, тогда получается, что на Кроносе капитан Давиан Тул победил. Получается, потому что он здесь, он жив. Если я правильно помню, тогда в конце кампании Dark Crusade, если вы уничтожаете крепость десантников, по-моему, капитан Тул умирает. Я не думаю, что он сбежал бы просто. Странно. Ну ладно, в любом случае. Значит, вы Маркус, космодесантник, недавно получивший звание командора. Вас отправили на Калдерис, чтобы помочь капитану Давиану Тулу отразить массированное наступление орков. В Ордене считают, что вам будет по силам повернуть ход битвы и спасти Калдерис. Вас знают как немногословного человека. Это намек. Сохраняющего спокойствие в самих непростых ситуациях и способного одержать победу в противостоянии с превосходящими силами противника. Офигенно. Ладно. Поехали. Посмотрим, что они нам предлагают в этой кампании. Мы, Кровавые Вороны, берем в свои ряды только лучших воинов этих миров. Калдерис, Колыбель и будущее нашего Ордена. Теперь же Орки собираются отнять его у нас. Мы не можем этого допустить. Разведчики, оставаться в укрытии. Убить Орков на открытых позициях. Добро пожаловать, Командор. Я капитан Давиан Тул, командующий силами на Калдерисе. Мы противостоим Оркам, которые угрожают этому миру. Вы попали прямо в зону боевых действий. Я к северу от вас с несколькими отрядами новобранцев. Мы под мощным огнем и теряем контроль над флангами. Направляйтесь на север и обеспечьте подкрепление. Вас понял, капитан. Итак. Ладно. Выбираем юниты и передвигаемся вперед. Так, отлично. Вот мои отряды. Капитан, или точнее, Командор Маркус. И Таркус, тактический отряд. А, в укрытии. Человеки пробрались с пила! Бей их! Ну ладно, они что же в морках? Отлично сработано, братья. А, отлично. Они на клавишах 1 и 2. Отлично. Так, вас тут четверо. Тогда, получается, вы передвигаетесь сюда. Вперед! Отлично. Ха-ха-ха. Так, отходим. Эй, ребят, вы там стреляете или как? Или Командору одному надо разбираться? Орки прямо перед вами. Пытаются обойти нас с флангом. Уничтожьте их! Да. У него вообще пистолет есть? Непонятно. Так, у него есть набор медикаментов. Ага. Вот, черт побери, что-то я не заметил, что они прошли. Так, пойдем в укрытие. Рагет будет там. Капитан, давай вперед. Выманим их на открытое пространство, где мои тактические десантники могут их срезать. Ладно, увеличим солдатам. Мы есть в Тулу и новобранца. Распланируем. Мать моя женщина. Уничтожение прибыло. Новобранца вперед. Отставить на их тактических перцах. Ого. Да ничего себе. Ладно. А, черт, я почему-то не могу воспользоваться. А, мана не хватает, наверное. Так, скинем этих чалов. Так, у вас граната. Почему-то далеко им надо идти, чтобы эту гранату кинуть. Это мне не нравится, конечно же. Так, здесь нет, где вообще вон, укрытие. Засесть. Ладно, двигаем вперед. Так, я думаю, отсюда, в основном, они смогут стрелять. Как там, капитан? Вперед. Это хоть кнопки? Блин, ну, эти, конечно, горячие клавиши тоже поставлены, так что, это уже хуево становится. Так, этих мы сложили. У меня осталось последний только. Отличный бой, командор. Но зеленокожие не дадут нам много времени. Они атакуют снова. Вы, сержантом Таркусом, должны будете отбросить орков. Двигайтесь к восточным руинам и приготовьтесь отбить атаку орков. Угу, понял. Меняю позицию. Двигаемся сюда. Так, командор. Будем в режиме... Дальнего боя. Ой, ёпта. Что это же за хуево? Оставайтесь в укрытии. Этот броневоз вооружен тяжелой артиллерией. Вот, это я вскосил. А, ладно, как я могу? Нужно взять больше парней. Людишки подпалили мой броневоз. Назад, сквозь туннель. Они хотят брать, наверное, буркировать. Да, расстреляем. Граната. О-хо-хо. Отлично. Ну, уровень. Каким-то образом удалось открыть дорогу через холмы. Выдвигайтесь вперед и закройте проход. Ладно. Выдвигаемся. Босс убрался быстро. Он недоволен этим длинным броневозом. Еще орки. Используйте укрытие при перемещении. Так. Ладно. Ухиним еще одну гранату. А, они... А, не башни засеяли. Милопытно. Кинай. 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 Отлично. Кинай. 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 Да, наверняка смогу. Наверняка я отдам это Таркусу. Он всё-таки единственный юнит, который у меня есть на данный момент. Добро пожаловать на борт ударного крейсера Армагеддон, командор. Калдерис подвергся массовому нашествию орков, которое угрожает распространиться на весь сектор. Из других секторов поступают срочные просьбы о помощи, но мы должны сосредоточиться на текущей задаче. Я хочу, чтобы вы возглавили зашедший в тупик штурм на поверхности. Высаживайтесь в точку, указанную на карте, и начинайте атаку на фланг орков. Отлично. День второй остался в высадок один. Интересно. Экран экипировки отрядов. Посмотрим. Значит, командор. Новый меч. Чётко. И... Так. Осталось пара очков. Что можем выучить? Здоровье, восстановление здоровья, стрелковый урон, силу рукопашной... энергии. Да, пойдём с рукопашкой. А, я могу новую способность открыть. Боевой клич. А, не может быть отброшен. И... Специальные атаки при каждом ударе в рукопашной. Надо будет, кстати, зазумить как-то на эту... Специальную атаку. Так. Выбрали таланта. Таркус. Тактический отряд. Что я могу вам... Да, вам наверняка стрельковый... Стрельковый... Стрелковый урон. И... Да. Два пункта улучшим. И следующим... Да, следующая способность... Мастер по болтерам будет. Тогда... И... Да, вот дадим вам... Получается, у вас улучшенный болтер. И это просто болтер. Чётко. Да, у нас даже есть... Броня... Ага. Любопытно, откуда всё это появилось? Неужто... Броня передаётся по компаниям? Это было бы довольно... Чуть-чуть как бы... Не честно. Но, чёрт с ним. Ладно. Это всё ажурно. Так как мы ничего... А. Рейтинг компании. Ваша текущая репутация среди жителей подсектора Аврелия. Нажмите кнопку, чтобы... Очки война, гнев. Очки спасителя, 10. Э-э-э... Странно А, ну ладно Пусть будет адепт Кнева Так, как я могу дальше перейти А, это для игры в команде И выйти и сохранить компанию Ладно Поступившее сообщение Отбить поселение окраины Аргуса Расположенное к югу от Аргуса Поселение служит промежуточной зоной Между пустошами и столицей Станция связи О, удары артиллерии, неплохо Литейный завод Дополнительная поддержка И сделать доступным прямое развертывание Турелей Таранту во время задания Круто Зеленокожие захватили деревушку В окрестностях Аргуса Деревня расположена на дороге Стратегического значения Если мы не освободим ее Весь колдерис будет под угрозой уничтожения Отряд опустошителей Под командованием сержанта Авитоса Удерживал деревню Но в конце концов Их сопротивление было сломлено Ваша задача Отбить деревню И отбросить орков Чтобы помочь в этом Я перевожу под ваше командование Сержанта Цируса И его разведчиков Его опыт в области проведения Скрытых операций Может оказаться весьма полезным Лучше на силовая броня Как награда Ладно Любопытно Что сорок Год там сорок Сорока тысячевой какой-то И все равно дороги имеют Сейчас трагическое значение Когда все летают На космических кораблях Не знаю Может быть это чисто У меня такое Такое мышление Но это мне кажется Как-то Немного глупо Итак Сержант Таркус Тактический отряд Таркус ветеран Со стажем в несколько веков Он ведет в бой Своих тактических десантников С уверенностью И неколебимой решимостью Таркус служил Сдавянным Тулом Во время кампании На Кронусе И быстро стал Одним из его Ближайших советников Таркус дважды Отличался во время кампании Первый раз В битве стал Затем с некронами И получил за свои заслуги Почести Терминатора О красавчик Таркус Ты вообще Я смотрю Это охрана Полная ерунда Мы затопчем Людишек Как тогда В городе Стой Ты ничего не слышал Время И время отдыха Сырус Армагедону Я на позиции Эхе-хе-хе Зачистите зону высадки Что это за отряд? Просто дикие орки Ладно Так, невидимое О, черт Да, мои тактические скиллы Это, конечно же, тоже еще Я и же, еще те Так, пока что мои юниты не понесли особо урона Отлично Давай, командор Уничтожьте эту охранную башню, Цирус Так, как мы можем уничтожить охранную башню? Вне зоны видимости Двигаемся к цели Скауты, сохраняем маскировку Так Подрывной заряд разрушит эту башню Двигаемся осторожно Три, два, один И... бум Отлично, Цирус Местонахождение Авитоса указано на вашей тактической карте Оживите его, и он поможет вам в битве Хорошо Распомнили сами эти коменты Наверное Или нет? А, так надо оживить Понял Проклятые орки Нашли еще один проход между холмами Рядом с вами есть передающий маяк, командор Захватите его И мы сможем отправлять вам подкрепление Отлично Как нам надо его активировать? А, захватить надо Ладно Готово? Подкрепление на подходе Прекрасно Силы Авитоса и отряда опустошителей полностью восстановлены Теперь пробивайтесь в деревню и выбейте из нее орков, командор Вас понял Вперед Интересно, сколько таких отрядов у меня может быть, Макс? Врачи, перед нами противник Так, на позиции Так Отлично Отлично У вас будут новые приказы Так, куда я этих ребят могу пристроить еще тут? Будьте готовы, братья Дверям Так Это Блин, непонятно Дикие орки Походу Дистанционный отряд Но Черт поймешь Черт Ладно Командор Мой отряд возведет хорошо укрепленное укрытие Огонь моего тяжелого болтера остановит зеленокожих Блин, что-то рановато вы начали стрелять уже Черт с ним Ладно Ладно Братья Немного расстроить Вот Что?! Ок Changing Обратно Выкруйте Как там отряд Таркуса? Да, немного покоцаны уже А, они быстро восстанавливают здоровье, отлично А ну, тогда двигаем вперед Так, а, еще один маяк, отлично Авитос, давай Постойку Захватываем маяк Я надеялся на то, что... О, деревня пуста Еще орки, командор Подготовьте войска к отражению нападения Деревню надо удержать Будь обдительны Приближай все орки Давайте, зеленокожие Да, отряд Авитоса, я смотрю, тут просто приносит музыку Слишком много атаки Отлично, Авитос Теперь им некуда бежать О, черт Я недооценил радиус их взрывчатки Это, вообще-то, немного глупо, как и кажется То, что... О, черт У них такой радиус В этой взрывчатке У них есть радиус, но я его не вижу Я не знаю, какой он получается Ладно Ладно О, черт побери Вот это уже... Плохо Так Черт Ну вот Зачем бежать куда-то надо еще Давай стреляй 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 стрельай Ой, блин упал в переключение прижим Мои поздравления, космические десантники. Подготовиться к возвращению на Армагеддон. Тандерхокки на подходе. Тактическая победа. Лишь прелюдия к следующей битве. Отлично. Победа! Улучшенная силовая броня. Наша награда. Единственная часть вооружения, которая у нас есть. Ладно. Цирус прав. Кто-то направляет орков на стратегически важные цели. Чтобы выиграть эту войну, нам нужно понять, кто использует орков против нас. День третий. Осталась высадок одна. Скрытый враг, тяжелый болтер, заряды взрывчатки, очки компании. А, это подсказки. Хорошо. Ладно, ничего интересного тут нет. Так, посмотрим сейчас, кто, что и как может прокачаться. Увеличивает дальнобойность любого используемого авитуса. Сконцентрированный огонь. Прокачаем эти способности. Да, и впрямь я могу. Я получил эту старую броню. Ну, точнее, не старую броню, а броню, которую я получил. Хмурое молчание. После того, как весь его отряд погиб в неравном сражении с орками в ущелье зеленокожих. Новобранец Нарин, став космодесантникам, дал обет молчания, которое он хранил всю жизнь. Последнее, что он произнес, был отказ от мантии тактического взвода. В память о погибших братьях он остался простым разведчиком. Круто. Плюс один к дальности обзора, 1% и 48 единиц здоровья. Неплохо. Способности. Если он не двигается на маскировку, не тратится энергии. Да, пожалуйста, это мне пригодится. Так, командору дадим улучшенную силовую броню. Уровень брони второй, уровень брони пятый. Вот так. Да, как видите, у меня уже тут много всякого оружия. Включая снайперскую винтовку. Ну, до этого, конечно, добраться. Тут нужны уровни, конечно, соответственные. О, броня ван Дэй. Любопытно. Но это прочитаем, когда я смогу ею уже воспользоваться. Так, это все прокачано. Задача, значит, уничтожить главарей орков. Да, цель Гатрэнча. Набег Скайкиллы. Эти названия тоже, конечно, еще те. Но на этом мы закончим первое видео. Я думаю, неплохо прогрессировали. Видим адепт гнева. Почему-то, я не знаю, я забыл уже, как здесь все прокачивается. Территория защищена 0. Вооружение забрано 1. За ней завершено 2. Орк врагов уничтожен 214. Да, и здесь тоже, как и было в начальных кампаниях, в кампании Dawn of War и кампании Dawn of War Winter Assault, постоянно орками кто-то пользуется. Либо это Эльдары, либо это Силы Хаоса, либо это еще кто. Ну, черт его знает. Но нам надо будет это узнать. Надо будет уничтожить главарей орков, и потом уже посмотрим, может быть, мы начнем узнавать, кто кого и кто там контролирует. Ну, на сегодня это будет все. Итак, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, тогда подпишитесь на мой канал. Если вы поставите лайк или напишите коммент, это будет очень-очень полезно. И не забудьте, что у канала есть свои странички на Facebook, Twitter и ВКонтакте. Ссылки на них можно найти в описании этого видео. Спасибо вам за то, что смотрели. И увидимся в следующий раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!